Верховный суд заново рассмотрел уголовное дело о массовых беспорядках в колонии номер 6. После бунта в закрытом учреждении 17 человек, все они заключенные, оказались вновь на скамье подсудимых. Почти всем добавили сроки за подобную акцию протеста и лишь одному условно. С таким решением Челябинского областного суда они не согласились и обжаловали вердикт в Верховном суде России. Подробности в репортаже. Это кадры из зала Верховного суда в Москве. Процесс проходил по видеоконференц-связи. Большинство участников не смогли прибыть на заседание в столицу. Почти все истцы за решеткой. По телемосту они пытались доказать, что бунта не было. Они лишь хотели защитить свои права. Я считаю, что суд первой инстанции сокрыл возлещие обстоятельства по данному уголовному делу и осудил заведомо 9 людей за попытку противостоять. Как установлено судом, в ноябре 2012 года в колонии номер 6 восстало больше 300 человек. Заключенные отказались от еды, покинули камеры и захватили вышку. Справиться с такой толпой сотрудники ГУФСИ не смогли и были вынуждены занять оборону и вызвать подмогу. На крыше они забаррикадировались и развернули плакаты с мольбами о помощи. К этому времени к стенам колонии пришли близкие осужденных. По словам родственников арестантов, на такой отчаянный поступок они решились из-за издевательств. То, что мы требуем, это обосновано жилетом. Поэтому мы просим сюда журналистов, чтобы доказать свою правду. 120 осужденных написали заявление о вымогательствах. От 5 до 90 тысяч рублей. Жаловались и на побои со стороны начальства. Спустя год после волнения руководителя колонии Дениса Механова отстранили от должности начальника запретки. И начали следствие. Позже в колонии номер 6 правозащитники нашли 5 потайных комнат. Так сказать, камеры для местных вип-заключенных. Здесь было все. Ковер, кожаный диван, чайник, зарядное устройство, шкафчики с фруктами и даже личный душ. По версии правозащитников, здесь жили те, кто работал на начальника колонии. Здесь душевая, где моются коменданты и те, кто здоровы. Это шкаф. Открывается шкаф и оказывается, что это не шкаф, а это комната. Руководителя колонии тогда наказали тремя годами условно по статье «Превышение должностных полномочий». Но позже он попал под амнистию. Дело, естественно, представляет собой определенную сложность. 17 подсудимых из числа отбывавших наказание в исправительном учреждении. Совершили преступление в период отбывания наказания в исправительном учреждении. Значительное количество свидетелей обвинения. А вот недавно осудили и 17 заключенных, которые, по версии следствия, организовали бунт. Всем им добавили сроки, но арестанты решили обжаловать вердикт. Удаляли журналистов, удаляли правозащитников, удаляли адвоката, удаляли участников процесса. Судом первой инстанции оценено правильно, то есть заранее было понятно, что решение не в пользу обвиняемых. Изучив материалы дела, Верховный суд не стал менять приговор Челябинского областного суда. Все оставили без изменений. Впрочем, процесс может еще продолжиться. Правозащитники говорят, что собирают документы в Европейский суд.